Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Несмотря на широкую распространенность онкологических заболеваний, а в настоящее время они в первой тройке самых безжалостных убийств человечества, обыватели мало что знают об их последствиях. Принято считать, что если человек заболел раком, то исходов может быть только два. Либо скоропостижная смерть, либо чудесное выздоровление. Однако даже в случае успешно проведенного лечения онкологи не торопятся снимать диагноз, ведь болезнь иногда возвращается. Поэтому в современной медицине все большее значение приобретает такое направление, как реабилитация после онкозаболеваний. Это тема нашей сегодняшней программы, а наши эксперты, представители Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяна Сибохина, заведующая отделением реабилитации. Здравствуйте. И Владимир Щукин, заведующий отделением онкогинекологии. Добрый день. Здравствуйте. Мы договорились с нашими гостями, что мы немножечко сузим сегодня тему, и разговор наш будет о женщинах. То есть о заболеваниях, которые присущи в основном прекрасной половине человечества. И, наверное, стоит сказать, какие они. К онкозаболеваниям женской репродуктивной системы, это относится, на первом месте сейчас находятся опухоли молочной железы. И в последующем уже идут опухоли репродуктивной системы, а именно рак яичников, рак тела матки, рак наружных половых органов. В принципе, хирургическим этапом занимаемся мы у себя в отделении непосредственно лечением, хирургическим лечением опухоли женской репродуктивной системы. В соседнем нашем отделении занимаются хирургическим лечением пациенток с раком молочной железы. То есть это разделено на отделение? У нас выделены две отдельные группы. Это, несмотря на то, что во всем мире это все включено в одну, пациентов очень много и хватает работы на оба отделения. Известно, что рак излечим, но очень важно вовремя заметить надвигающуюся угрозу как раз таких заболеваний. И коль скоро уж мы будем говорить сегодня об женской онкологии, то, наверное, стоит обратить внимание на те симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что нужно срочно пойти к доктору и не запустить заболевание, для того, чтобы как раз оно и стало излечимым. И какие же это симптомы? Можем ли мы заметить их сами? Вы правильно заметили, что эффект от лечения и результаты лечения напрямую зависят от того, насколько рано пациент обратился к нам за помощью. И это напрямую зависит от того, насколько женщина вовремя заметила, что ее организм работает неправильно. Для каждой локализации существует определенный ряд своих симптомов. Например, одним... И плюс еще он зависит от возраста пациента. Допустим, для женщины репродуктивного возраста одним из симптомов является нарушение менструальной функции. Это могут как отсутствие менструальных выделений, так и периодически аномальные кровотечения. Сразу хочу сделать оговорку. Что при появлении определенных симптомов, это не означает, что у пациента есть онкологическое заболевание. Это просто появилась какая-то патология. И с этими симптомами нужно обратиться к врачу по месту жительства, к гинекологу. И дальше уже в процессе дообследования, в зависимости от симптомов, в процессе диагностического поиска, уже будет происходить поиск те заболевания, которые есть. Как уже сказал, одним из симптомов является аномальное кровотечение, отсутствие менструальной функции. Одним еще из симптомов появление боли внизу живота. Но боли могут появиться не обязательно внизу живота, а могут появиться в подреберье, в пояснице. Здесь в любом случае при появлении каких-то таких симптомов нужно обращаться к врачу. Плюс, допустим, для пациент, который находится уже в менопаузальном возрасте, когда уже репродуктивная функция закончилась, и когда менструальных выделений нет, появление любых кровенистых выделений с половых путей должно пациентку насторошить и заставить обратиться к гинекологу по месту жительства. Что касаемо опухолей молочных желез, каждая женщина, я думаю, должна, во всяком случае, стараться ежедневно проводить самообследование, появление каких-либо образований патологических, любых уплотнений, болезненности, выделения из соска, тоже должно насторожить пациентку. Асимметрия молочной железы, какая-то инфильтрация. В тянустой соска. То есть любой симптом, которого раньше не было, это уже как бы должно насторожить, и нужно быстро идти к специалисту. Вы сказали, что боли могут быть какие угодно, в том числе в подреберье, где-то еще. То есть, в принципе, женщина, наверное, и не подумает в первый момент, что это может быть связано каким-то образом с ним. Ну вот, к сожалению, так получается, что не всегда придает значение определенным симптомам. Кто-то занят детьми, кто-то на работе с утра до вечера, и поэтому кто-то начинает прием самостоятельно обезболивающих препаратов. Естественно, это затрудняет дальнейшее течение заболевания, вернее, своевременное обращение. Поэтому зачастую пациенты обращаются к нам, когда уже имеется не один симптом, а уже комплекс симптомов, в связи с тем, что процесс уже распространенный. Ну, коль скоро, если возникли такие боли, то всего скорее пациентка пойдет не к онкологу, а, ну, предположим, к терапевту. Скажите, пожалуйста, вот здесь же тоже очень важный момент. Правильно ли определит, насторожится ли доктор? Есть у вас какая-то обратная связь? Есть ли статистика? Как вы работаете в этой ситуации? Это очень хорошо, что если вот какие-то появляются симптомы, и женщина идет к врачу, потому что у нас работают еще смотровые кабинеты. И их основная задача – это раз в год делать профилактические осмотры. Берут определенные мазки, это страны гинекологии, осмотры молочных желез, флюорографию органов грудной клетки. И здесь уже как бы вот начинают отпадать какие-то ненужные, да, заболевания там, и уже терапевт, уже нацелено, прицелено, так скажем, направляют уже к узкому специалисту. То есть если просто прийти к врачу, то все равно мимо смотрового кабинета ты не пройдешь. Тебе не будет дальнейшего хода, пока ты не сделаешь тот минимум, который необходимо пройти любому жителю. Какие формы лечения в этом случае существуют в онкодиспансере? Мы, конечно, сейчас говорим про лечение вот тех заболеваний, о которых, которым посвящена, собственно, тема программы. Я думаю, уже, наверное, вне зависимости, вовремя она поступила или не вовремя. В любом случае, при постановке диагноза злокачественного образования любого, касаемо там опухоли женской репродуктивной системы, опухоли молочной железы, вырабатывается тактика лечения по каждому пациенту. И пациент направляется в соответствующее отделение по той локализации, которая обнаружена у него. Существуют три формы лечения, три направления. Это первое – это хирургическое лечение пациентов, далее радиотерапия и химиотерапия. В зависимости от локализации опухоли может выполняться не какое-то самостоятельное лечение, там, лучевая или хирургическая, а вырабатываться целый комплекс мероприятий, выставляется этапность лечения. То есть, допустим, на первом этапе выполняется операция, в зависимости уже от распространенности процесса проводится или лучевая, или химия, или то, и другое. Вот здесь пути лечения всевозможные. В нашем отделении мы занимаемся хирургическим лечением опухоли женских половых органов. В настоящее время в связи с развитием направленности онкологии выполняются расширенные операции, которые зачастую увлекут не только удаление пораженного опухоли, но также резекты смежных органов, таких как мочевой пузырь, кишка. Мне иногда кажется, что, может быть, лучше не знать заранее, что тебя ждет и что тебе предстоит. Ну, во-первых, юридически мы не имеем права скрывать от пациента диагнозы предстоящего лечения, это во-первых. А во-вторых, пациент должен знать, с чем бороться. С чем бороться? Врага надо знать в лицо. Те объемы операции, которые, потому что зачастую они не заключаются в том, чтобы убрать какую-то там только там матку, убрать только яичник. Зачастую на самом деле приходится убрать большие объемы и делать большие обширные. Это всегда понятно заранее? Мы можем заранее спланировать, зная диагноз, стадию заболевания, но вне зависимости от этого мы все равно с пациентами накануне операции проговорим все возможные объемы операций, которые не обязательно они будут, но они могут быть. Потому что пациент должен быть готов. Потому что в послеоперационном периоде будет ряд возможных осложнений, которые мы уже, в принципе, заранее знаем, что они с какой-то определенной высокой долей вероятности, что они произойдут. Реабилитация после операции, насколько она необходима? Может быть, как-то спокойно оставить пациента реабилитироваться самостоятельно от природы? До недавнего времени, на самом деле, после хирургических операций пациенту назначался такой лечебно-хранительный режим постельный, с минимумом движения. Но ведь радикализм в онкологии добивается тем, что на самом деле удаляется, старается удалить всю опухоль, плюс здоровые ткани, плюс еще делают лимфодисекцию, удаление ближайших лимфоузлов. И выйти из этого состояния, будучи, ведя вот такой пассивный образ жизни, порой сложно. Почему? Потому что происходит нарушение лимфокровообращения. Застойные явления появляются и в легких, и непосредственно в очаге, где происходило оперативное вмешательство. И на первом месте, конечно, стоит активизация пациента, чтобы предотвратить те ранние послеоперационные осложнения, которые могут быть. А для этого в онкодиспансере в Самарском есть весь арсенал современных революционных мероприятий, которые допустимы в онкологии. Это и различные виды массажа, лечебная физкультура, магнитотерапия, электротерапия, электростимуляция, нейромиостимуляция, лазеротерапия, лимфотейпирование, психологическая, конечно же, поддержка пациента. В общем, вот все, что есть, все это представлено. И, конечно же, основной наш девиз – это ранняя активизация пациента. Для того, чтобы ускорить его выход из болезни, его нужно проактивизировать. И у нас в России вообще существует трехэтапная система реабилитации. Эта реабилитация должна начинаться во время постановки диагноза и быть в острый период непосредственно уже после операции в реанимации начинаться. И наши специалисты выходят на самом деле в отделение реанимации, там уже проводят дыхательную гимнастику и массаж конечностей. И поднимают пациента с постели, активизируют его, переворачивают. Продолжается потом революционное мероприятие непосредственно в палате, если пациент не передвигается самостоятельно. Здесь уже физиотерапевтические методики могут присоединяться. И лазеротерапия непосредственно на послеоперационный рубец для того, чтобы предотвратить ранее воспалительные гнойные осложнения. Какие-то лимфодренажные мероприятия для того, чтобы предотвратить стромбоэмболические осложнения. И второй этап реабилитации он может проходить как в стационаре, так и во время прохождения химио-лучевой терапии. Если во время лучевой терапии тоже есть свои осложнения, это и определенные лучевые реакции. Эпиделиты, эпидермиты, эректиты после лучевых. Это когда непосредственно повреждается кишечник от лучевых. Ну, как лучевой ожог. Циститы после лучевых. Это тоже все задачи реабилитолога предотвратить. А если не удалось, то помочь пациенту справиться с такими осложнениями. Присоединяется баротерапия, гиперпарическая оксигенация, озонотерапия. И далее пациент, пройдя вот такое комбинированное либо комплексное лечение, либо только хирургическое лечение, амбулаторно посещает. Это третий этап реабилитации. Амбулаторное отделение, где продолжается и психологическая поддержка, и двигательная реабилитация для того, чтобы нормализовать тонус мучевого пузыря, потому что нередко нарушается его функция, нарушается моторная функция кишечника. Для этого мы тренируем функции тазовых органов. И, в общем-то, основная задача и цель реабилитации, и принципы реабилитации – это раннее начало, этапность, преемственность и непрерывность на протяжении всех этапов лечения пациента от хирургического до химиотерапевтического, если это необходимо. А все-таки каждой ли пациентке нужна реабилитация? Есть какие-то исключения? По статистике считается, что 70-80 пациентов все-таки нуждаются в той или иной реабилитационных мероприятии, пусть то психологическая поддержка, либо какие-то физические уже методы идут, но практически все пациенты. Наверное, с учетом того, что эти пациенты лечатся в нашем учреждении, наверное, практически 100% нуждаются хотя бы психологической направленности. Да, у наших пациентов есть такая уникальная возможность получить весь тот спектр реабилитационных мероприятий, постановка диагноза, да, уже стрессники, и пациенты имеют возможность это обсудить с психологами. Раньше у нас как считалось, что психологы идут, если, ну, с головой, да, не все в порядке, то теперь это не так. Правильно Владимир сказал, что психологический настрой это, в общем-то, результат лечения, эффект от лечения значительно выше, когда пациент настроен на борьбу, а не когда его посещает уныние, страх, нервозность, депрессия, и у него не хватает сил сконцентрироваться на выздоровлении. И тут, конечно, нужно обратить специалисту, чтобы вот в голове все по полочкам разложить и настроить все-таки на успешный путь, на путь выздоровления. А вы видите по своим пациенткам, Владимир Юрьевич, работу, результат работы психолога? Всегда ли удается правильно настроить пациентку? Вообще сколько времени нужно заниматься вот этой подготовкой? Ну, мы уже, наверное, сталкиваемся с работой психолога непосредственно уже после лечения, когда, скажем так, пациентов периодически посещают определенные грустные мысли. Наверное, вот коллега моя сказала, что нет культуры обращения к психологам, то есть если люди на самом деле привыкли обращаться в каких-то там, наверное, больше не к психологу, а привыкли, что у нас есть психиатр, и нет психолога, они не знают, что это такое, как с этим бороться. Сейчас уже знают, наверное, но тем не менее. Но, слава богу, потихоньку начинают узнавать, поэтому, наверное, как раз работа психолога должна предупреждать и готовить. А мы уже, наверное, к психологу обращаемся в нашем отделении, когда, ну, человек в некотором таком загнанном состоянии. И не всякий пациент захочет идти, потому что, ну, как бы считается, все-таки вот пока не привыкли на самом деле пациенты. Но те мероприятия, которые проводятся в нашем отделении с помощью сотрудников отделения реабилитации, они на самом деле благоприятно влияют на ход после операционного периода, если у пациента какие-то возникают проблемы. Вы сказали, если психологический настрой пациента боевой, если можно вообще ему быть таковому перед операцией, то ход лечения будет эффективнее. Ну, а почему, собственно, вы, опытные доктора, вы применяете определенные методики, ну, какая разница там, что там себе думает пациентка? У психологов есть определенные психологические техники, которые позволяют и боль по-другому перенести, и бороться с интенсивностью рвотного рефлекса, который на химиотерапии, тошноту. А психологическими техниками различными можно даже и ритм сердечно-сосудистой системы нормализовать, дыхательный и иммунитет поддерживать. То есть это, в общем-то, мощный фактор, который можно использовать в борьбе с этим заболеванием и в лечении. Татьяна Александровна, вы много назвали видов реабилитационного лечения, но, наверное, ведь для каждого пациента составляется индивидуальная программа, или есть на каждое заболевание какие-то... Ну, конечно, нельзя по схеме, по какой-то работе. Каждый человек, он индивидуальный. И у каждого последствия оперативного лечения, они разные. Если мы говорим о молочной железе, ну, в 30% случаев у женщины может и не быть никаких последствий. А остальные 70% они могут столкнуться и с отеком руки на стороне операции, ограничением функции руки, невозможность ее просто даже поднять. С болевым синдромом, ну, уже не говоря опять о психологической, да, от потери женственности, потери молочной железы, это дополнительный стресс, да, не говоря о том, что еще нужно химией впереди пройти, лучевую терапию. Лучевая терапия вызывает эпидермиты, как лучевые ожоги. У кого-то есть, у кого-то нет. Здесь тоже реабилитационные мероприятия определенные помогают. Во время химиотерапии очень широко мы используем гипербарическую оксигенацию. Это воздействие к кислородным подавлением и при помощи нее, если мы ее проводим между курсами химиотерапии, у пациентки есть возможность пройти химиотерапию до конца, потому что что реагирует у нас? Кровь, снижается гемо-ли-КПС, а при помощи гипербарической оксигенации мы можем эту кровь поддерживать, ну, более-менее в границах нормы. Если мы говорим о гинекологических заболеваниях и о восстановительном периоде, из-за того, что происходит вот эта лимфодисекция, удаляются паховые лимфатические узлы и могут отекать нижние конечности вплоть до слоновости. Борьба с лимфовенозной недостаточностью, постконстракционный синдром, это чувство прилива, жара, страха, тахикардия. С этим симптомом приходится бороться. И, в общем-то, много-много чего можно перечислять. Ну, конечно же, когда пациентка приходит, мы отталкиваемся от его жалоб. Мы спрашиваем, на что вы жалуетесь. Когда она перечисляет свои жалобы, смотрим внешне какие-то. Иногда бывает, что говорит, я ни на что не жалуюсь. И говоришь, подними руку. Начинаешь мерить эту руку. И, в общем-то, видишь, что женщина уже привыкла к своему состоянию. Ей кажется, ничего особенного не происходит. И тогда составляется индивидуальная программа реабилитации с учетом ее последствий. Обязательно в эту программу включаются групповые занятия и лечебной физкультуры, и групповые занятия у психолога. При необходимости они переводятся в индивидуальные занятия. Также и семью приглашаем к психологам на консультацию. Потому что поддержка семьи – это тоже немаловажный момент восстановления пациента. У вас еще одна форма есть – это школа пациента. Собственно, для чего она нужна и с кем проводятся эти занятия? Да, еще одним из направлений работы с нашими пациентами – это школа пациентов. Она непосредственно проводится в сценарном отделении и приглашаются туда пациенты непосредственно сразу после операции из разных отделений. Будь то общая онкология, там, где оперируются женщины на молочной железе, либо онкогинекология, там, где женская репродуктивная система. Для чего нужны такие школы? Во-первых, женщине показать, что она не одинока, что их много. Они могут там обсудить свои проблемы. Но сделать это контролируемо под специалистом, под его непосредственным наблюдением. Люди, столкнувшиеся с онкологией, знают, что борьба за жизнь – процесс долгий и сложный. Какие тяжести можно поднимать? Является ли пациент радиологов источником излучения? Вопросов в процессе лечения возникает гораздо больше, чем кажется непосвященным. В среде пациентов начинают рождаться мифы. Женщины всегда говорят, ой, нам нельзя пользоваться утюгами, нам нельзя готовить около плиты. Я говорю, это все байки для ленивых. Чем вы раньше занимались, как вы готовили, ну вот как вы стирали, ну вот все вы в дальнейшем так же будете делать. Лечащий врач всегда открыт к вопросам пациента. Но он физически не может уделить ему необходимое количество времени. Школа пациента как раз дает возможность многократно проговорить важные моменты и подготовить больного к курсу химио- и радиолучевой терапии. Если мы хотим победить, то мы должны сами бороться. Я из тех, кто выжил, говорит про себя писатель Вероника Севастьянова. Ее книга «Дневник онкологического больного» о том, какие проблемы ждут на пути выздоровления. А ее цель – помочь с этими проблемами справиться. Чудодейственную силу подобных встреч Вероника поняла на первой организованной ею школе пациентов. А когда через час я уже говорила, давайте расходиться, у вас обед. Да ну этот обед, Вероника, еще поговорим. Ну, доктор операции, надо доктора отпустить. Ну, доктор пусть идет, мы сами поговорим. И как ни странно, вот после первой школы пациентов и я обрела дополнительный какой-то оптимизм. И те, кто был, тоже обрели этот оптимизм. Узкие встречи в различных отделениях онкодиспансера проходят регулярно. Общий для всех – раз в квартал. Графика темы бесед можно найти на сайте онкодиспансера. Такие встречи объединяют врачей, больных и их родственников. И только так можно победить грозное заболевание. Иногда на эти школы пациенты приглашают узких специалистов. Ну, то, например, гинеколога можно пригласить. Как дальше быть, если ты замужем, да, у тебя там ожидает супруг. И дальнейшее, так скажем, сексуальное отношение. Возможно ли они после такой вот операции. Приглашаем гастроэнтеролога, как питаться, диетолога приглашаем. И вот все возможные темы, такие школы проводятся регулярно. От двух раз в месяц до разной тематики обсуждаются до одного раза в квартал. Но, тем не менее, самое главное, женщины уходят проинформированные. И когда они оказываются один на один с собой уже в домашних условиях, они всегда могут открыть тот материал, о котором мы говорили, все это еще раз посмотреть, и они уже знают точно, куда нужно идти дальше. Я предлагаю сейчас нам сделать какие-то заключения, вот, выводы из этого разговора, вот, вам слово. Просто вот хотел бы добавить, если раньше при лечении онкозаболевания не только там в опухоли женской репродуктивной системы, а абсолютно в любой нозологии не уделялось абсолютно вниманию качеству жизни пациентов. То есть основной задачей врача заключалось выявить, назначить правильное лечение, предоставить это лечение и потом вести диспансерное наблюдение. Сейчас, уже не, ну, какое-то там продолжительное время у нас в стране введено такое понятие, как качество жизни пациентов. И этому уделяется очень широкое внимание. Вот, поэтому то, что в нашем учреждении имеется такое отделение, которое оснащено довольно-таки современным оборудованием и может предоставить всевозможную помощь, как психологическую, так и революционную, это большой плюс для нашего учреждения, потому что я думаю, что для любого серьезного учреждения наличие такого отделения – это обязательно. И как вот еще один такой совет, ну, чтобы уже не доходить до этого отделения, милые женщины, пожалуйста, относитесь к себе внимательно и хотя бы один раз в год посещайте врача, проходите медосмотр, профосмотр, сдавайте мазочки по онкогинекологии, делайте УЗИ и молочной железы, мамограммом один раз в два года и полюбите себя. Есть пословица такая – берегите честь с молоду. Наверное, берегите себе здоровье с молоду. И честь тоже. И честь тоже. Я благодарю вас за участие в программе. Австрийские ученые провели исследование, в ходе которого женщинам, прошедшим онкологическую операцию, проводилась трехнедельная индивидуальная программа реабилитации. Так вот, по результатам курса участниц эксперимента отмечалось снижение концентрации опухолевого маркера в крови, наблюдалось уменьшение клинических симптомов лимфостаза. И, кроме того, пациентки отмечали значительное улучшение качества жизни, прилив сил и стабилизацию настроения. Ну, а мы на сегодня прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин